Рабочая поездка в Карачаево-Черкесию генерального директора ПАО «Россеть» и «Северный Кавказ» обсудили итоги развития электросетевого комплекса региона. Отремонтировали обшежитие Северокавказской государственной академии. Это стало возможным благодаря программе «Единая Россия». Помогают выявлять научный потенциал молодежи в области юриспруденции в Управлении службы судебных приставов подвели итоги конкурса. Один из самых функциональных аппаратов в России появился в Черкесске. Желающим можно укрепить мышцы, суставы и улучшить уносливость организма. Здравствуйте! В эфире телеканал «Россия-24» Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл генеральный директор ПАО «Россеть» и «Северный Кавказ» Роман Лев. В ЧНК формате двусторонней встречи странно обсудили итоги развития электросетевого комплекса региона в 2022 году и планы на текущие. Компания «Россети» реализует в республике сразу несколько ремонтных и инвестиционных программ. Карачаева-Черкесия, в свою очередь, полностью выполняет обязательства по платежам. На встрече отметили, что такой уровень взаимодействия необходимо сохранить и вместе прорабатывать новые решения по развитию электросетевого комплекса региона. Рашид Тимрезов поблагодарил руководителя и команду ПАО «Россети» «Северный Кавказ». А затем прошло совещание с участием главы республики и руководителя компании «Россети» «Северный Кавказ». Вопросы, предложения и перспективы развития электросетевого комплекса Карачаева-Черкесии стали основанием для рабочей встречи. Альбина Ламкова подробнее. Оценивая работу энергетиков в республике, глава Карачаева-Черкесии подчеркнул положительную динамику. Об этом говорят основные показатели в обеспечении надежности энергоснабжением. Проводится эта работа совместно с местными представителями власти, так как становление промышленного производства, туристического потенциала и инвестиционного климата в нашей республике во многом зависит от качественного надежного энергоснабжения, отметил Рашид Тимрезов. Развитие инвестиционного проекта по замене ветхих сетей продолжается. В последние годы удалось все-таки и наладить основной параметр наших взаимоотношений – это платежную дисциплину. И по вашей информации, и по нашей информации, сегодня мы одни из передовиков. Могу сказать, это касается не только платежей за электричество, это касается и платежей у нас и за газ, и за все другие виды коммунальных услуг. Несмотря на те или иные изменения в стране, работа ведется по подписанному протоколу. Заключили его почти три года назад. Еще есть ряд вопросов в южной подстанции, отметила руководитель региона. Решение поставленных задач требует совместной работы. Практически осенне-зимний период подошел к концу. Был он стабильным, без каких-то глобальных аварийных ситуаций, сказал руководитель компании «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. Платежная дисциплина на территории Карачаева, Черкесской республики, она на сегодняшний день самая лучшая в регионе. Мы прошлый год закончили, и по группе населения оплата составила 100% за потребленную электроэнергию. То есть, как бы вообще основные группы потребителей – это, соответственно, промышленные предприятия, прочие потребители, предприниматели, все платят на достаточно высоком уровне. Даже говоря о такой проблемной отрасли на Северном Кавказе, как ЖКХ, динамика положительна. Процент оплаты улучшается с каждым годом, отметила Роман Левченко. Ещё сказал, что за два месяца работы уровень оплаты за электроэнергию увеличился в Карачаево-Черкесии на 5%. Проинформировал о ведении работ в реализации программы снижения потерь. Продолжается установление приборов учёта в соответствии с действующим законодательством. Меняют провода в этом году. По этому направлению работа будет проводиться в Малокорчаевском районе. Ещё планируют организовать в республике энергосервисный контракт. Глава региона озвучил и важную социальную инициативу. Предложил разработать совместную программу по льготам на услуги в сфере электросетевого комплекса для членов семей военнослужащих из республики, выполняющих задачи в зоне СФО. В ответ Роман Левченко сказал о необходимости в создании совместной рабочей группы. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Веси, Карачаево-Черкесия. Обеспечение общественного порядка и безопасности. 1 апреля исполняется 30 лет со дня образования СОБР Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии «Клинок», который борется с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооружёнными группировками. В настоящее время в задачи СОБР также входит обезвреживание и нейтрализация особо опасных и вооружённых преступников, освобождение заложников, борьба с терроризмом и экстремизмом. Сегодня прошло торжественное построение бойцов и ветеранов специального отряда быстрого реагирования. С юбилеем поздравили от имени командующего Северокавказским округом войск Нацгвардии. Особо отличившихся наградили почётными грамотами и медалями участника СВО. Также сегодня СОБРовцы вспомнили имена сослуживцев, безвременно ушедших из жизни в разные годы, выполняя служебный и боевой долг. Было отмечено, что молодые сотрудники сегодня берут пример со старших товарищей и продолжают славные традиции. Это замечательный юбилей, который свидетельствует о вашей надёжной профессионализме и высокой эффективности выполнения поставленных задач. За годы службы вы продемонстрировали готовность к действиям в сложных и экстремальных ситуациях, а также эффективность в противодействии террористической угрозе. Ваш вклад в обеспечение безопасности республики и нашей страны в целом особенно ценен. Я выражаю глубокую благодарность за вашу преданность и служение. За 30 лет отряд имеет свои традиции, имеет прочный, надёжный коллектив, который профессионально может выполнять поставленные на данное подразделение задачи. Прежде всего, сотрудник СОБРа должен быть предан своему отряду, а мужество, выносливость, сила, умение – это всё должно быть у него до этого и так. Самое главное, он должен быть предан своему отряду, своим товарищам. Я считаю это главным. СОБРа я хотел всегда, ещё до того, как пошёл в армию на срочную службу, там подписал контракт и только видел себя в элитном подразделении Росгвардии. Поэтому потихонечку шёл по этому пути. Когда попал, был очень доволен этому. Тут присутствуют лучшие командиры с большим боевым опытом. В Черкесске завершаются ремонтные работы первого общежития Северокавказской государственной академии. Преображение здания и помещений стало возможным благодаря реализации народной программы партии «Единая Россия». В мониторинге качества работ по капитальному ремонту принял участие наш корреспондент Артур Мхце. Так это здание под аватар 84 в Черкесске выглядело год назад. Разбитая лестница, по которой опасно перемещаться, унылые обшарпанные коридоры и общие помещения, малопригодные для жилья комнаты. Построенное в 1981 году общежитие Северокавказской государственной академии давно нуждалось в капитальном ремонте. Разительные перемены встречают уже у входа. Представители регионального отделения «Единой России» провели мониторинг качества проделанной строителями работы. В здании сейчас проживают около 400 студентов, преимущественно из Индии. Говорят, что прежние условия были намного хуже. «Сейчас нравится больше, чем в прошлом году это общежитие. Сейчас тут всё удобно, всё как мы хотели сейчас так». Примерно так теперь выглядит каждый из девяти этажей общежития. Ректор вуза Руслан Качкаров поделился своими впечатлениями от увиденного. Рассказал о планах на ближайшую перспективу. «Те деньги, которые нам предоставили в качестве вот этой поддержки для на ремонт этого общежития, мы их в основном направили на места общего пользования, коридоры, площадки, кухни. Ну, то есть вот такое вот, чтобы это всё было достаточно эффективно и стабильно. Но там же ещё есть комнаты, секции у нас. Туда мы где-то около 10 миллионов собственных средств из небюджета, которые мы зарабатываем сами, ещё тоже мы как бы вложили, и сегодня, ну, более-менее как бы мы довольны тем состоянием, которое сложилось». «Мы сегодня прошлись вместе с ректором, посмотрели ещё раз итоги осуществлённого ремонта, пообщались со студентами, студенты очень довольны. Конечно же, мы хотим уделить этому вузу ещё больше внимания, будем стараться для этого приложить все усилия, чтобы выделены были средства на полный ремонт комнат, помещений, фасада здания. А в целом в «Единой России», конечно же, много других ещё направлений». На данный момент капитальный ремонт проходит в трёх общежитиях вузов республики. Помимо здания Академии, ещё два жилых корпуса в Карачаевске. К слову, народная программа, в рамках которой удалось преобразить эти помещения, была составлена при участии трёх миллионов человек, высказывавших свои пожелания по тому или иному объекту. Кроме того, в перспективе до 2025 года будет уделено внимание и другим учреждениям, в частности, среднепрофессиональным учебным заведениям, в планах в том числе модернизация имеющегося оборудования. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский государственный университет юстиции подвели итоги конкурса научных работ, посвященных истории образования, развитию современной деятельности Института судебных приставов в России и зарубежных странах. Всероссийский конкурс развивает научный потенциал молодёжи в области юриспруденции и активно вовлечении учащихся в деятельность по решению юридических проблем в области принудительного исполнения судебных решений в России. Студенты нашей республики активно занимаются научно-исследовательской работой. В управлении судебных приставов подвели итоги первого этапа конкурса. Лучшими были признаны научные работы студентов третьего курса Юридического института Северокавказской государственной академии Мухаммада Семёнова и Дарьи Хабищевой. Им вручили дипломы, а научных руководителей Асиат Барлакову и Марту Богатырёву отметили благодарственными письмами. Так как я хочу в дальнейшем работать в этой сфере, для меня этот конкурс был достаточно важным. И когда мне уже предложили поучаствовать в нём, и когда я узнал, что есть номинация «Продознание», я с удовольствием согласился и вместе с моим научным руководителем Барлаковой Асиат Христианина, и мы написали статью. Сотрудничество в рамках этого конкурса является доброй традицией нашего учебного заведения и управления Федеральной службой судебных приставов. То есть даже лично я, как научный руководитель, принимаю участие уже третий раз. Но здесь хотелось бы сказать, что очень отрадно видеть интерес конкурсантов, наших студентов. И самое приятное, что данные мероприятия, в том числе проводимые конкурсы, они позволяют раскрыть научный потенциал, творческий потенциал наших студентов В диагностическом центре «Доктор М», расположенном в Черкесске, появился уникальный тренажер, средства профилактики множества заболеваний, развития силы и выносливости. Говорят, что после занятий на этом тренажере улучшается осанка, походка и даже голос. Поднимается настроение, тело становится легким, появляется бодрость, наступает прилив сил и энергии. На одной из тренировок побывала наша съемочная группа. Укрепить мышцы, суставы и сухожилия, улучшить выносливость организма, повысить гибкость и даже ловкость. Всё это возможно благодаря тренировкам на тренажёре «Проавила». В диагностическом центре «Доктор М» совсем недавно был установлен один из самых функциональных аппаратов в России. Заниматься на нём может практически каждый. При этом перед началом курса тренировок обязательно консультация врача. Показания для применения «Проавила» — это практически любая работа с мышечной системой нашего организма. То есть это системный подход для восстановления мышц, для укрепления, для снятия мышечного спазма, для восстановления после перенесённых операций, перенесённых травм, перенесённых тяжёлых заболеваний. По факту этот аппарат, он в комплексе вместе с работой с врачом, с врачом-реабилитологом, врачом-неврологом, комплексом массажев и кинозеологических манипуляций показан при большинстве заболеваний опорно-двигательной системы. Большинство пациентов приходят на занятия с похожими жалобами. Боли в спине, чувство скованности и зажатости. Вот и Марина Шаева не один год страдала от боли в пояснице. Сидячая работа, старые травмы только усугубляли положение. Узнав о том, что в «Доктор М» появился тренажёр «Провила», она решила попробовать занятия и ни разу об этом не пожалела. У меня сегодня пятое занятие. Получается, два раза в неделю я посещаю тренажёры «Провила». У меня жалобы в поясничной области грыжи. Были боли в пояснице, тянула ногу. После первого занятия мне уже было легче. То есть жалоб нет уже после первого занятия. Чувствую себя великолепно. Программа занятий на тренажёре «Провила» строго индивидуальная. В зависимости от жалоб пациента, его физической подготовки и возможностей. После консультации врача квалифицированный тренер проводит первичную диагностику проблемных зон и подбирает эффективные упражнения. Сама тренировка включает в себя несколько этапов. Выявляем те точки, на которые были жалобы, что с ними не так. И потом уже проводим мы массаж разогревающий, проводим мануальные техники. И уже потом приступаем к программе на тренажёре «Провила». На тренажёре «Провила» мы делаем также всё индивидуально. То есть, если человек, например, с поясницей тоже пришёл, по пояснице будем прорабатывать отдельные упражнения по одному сегменту, по другому и по третьему, по разным направлениям разные упражнения. В диагностическом центре также есть возможность быстрого знакомства с тренажёром. Для желающих доступна экспресс-тренировка. Ну а те, кто хочет пройти полный курс, могут записаться на приём по адресу город Черкесск, улица Даватра, 36, диагностический центр «Доктор М». Или по телефону 8-928-386-44-94. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время спортивных вестей. Какими мероприятиями была знаменательно прошедшая неделя, смотрите далее с Мадиной Лайпановой. А наш выпуск завершён. Академия Лайпанова, Олег Молхожев.